Добрый день, уважаемые слушатели! Я вас приветствовать на семинаре финансовые функции Microsoft Excel 2013-2016. Сразу скажу, что эти финансовые функции также были и в предыдущих версиях Excel, но зачастую мало кто знает, и они очень полезны для того, чтобы посвятить этим функциям отдельный семинар. Кратко расскажу о себе. Меня зовут Рулев Сергей Викторович. Я имею два высших образования. Первое образование я получил в Московский физико-технический институт, где обучался программирование физики, начинал программировать еще на допотопных машинах, которые занимали половину стола и могли запоминать 140 чисел либо 959 шагов программы. Программирование осуществлялось в кодах. По окончании института я начал работать физиком-теоретиком. Была такая эпоха звездных войн и СССР планировал запустить в космос спутник и из космоса мегаваттным лазером сбивать американские спутники-шпионы. Вот я принимал участие в расчете резонатора для этого лазера. Писал программу на фортране. Было 10 тысяч срок, стоп от программ. Ну все, на удивление работало. И, конечно, быстродействие компьютеров было достаточно низким. Ну а потом началась перестройка. Многие мои сокурсники перешли в бизнес. Я тоже долго думал переходить, не переходить. Ну а когда надумал, мне сказали, что пока ты думал, все места расхватали. Рекламщик есть у нас, закупщик есть, продажник есть. Ну вот у нас с бухгалтерией проблема. А какие проблемы с бухгалтерией? Ну главный бухгалтер у нас платит все налоги, ничего не экономит. Мы и так пробовали и так. Ну никак ничего не могли сделать. Я говорю, а пробовали ли поменять главного бухгалтера? Ну пробовали, но на собеседование главный бухгалтер пришла и у нее под руками были счеты. Вот когда мы счеты увидели, а тогда калькуляторы были как айфон, айпед, в общем, ну калькулятор не могла купить. В общем, мы поняли, что кашу с главным бухгалтером не сваришь. Это определило мой путь финансовый. Но я понимал, что нужно получить дополнительное образование, потому что без финансового образования понять, что такое дебит, кредит, как это все учитывать, было достаточно сложно. И я поступил, я окончил American Institute of Business and Economics, где получил степень ИБИ. После института я работал в компании Deloitte. Deloitte входит в четверку крупнейших аудиторских компаний мира. Занимался российским аудитом, аудитом по международным стандартам, занимался трансформацией отчетности из российских международных стандартов. После Deloitte я работал финансовым директором в компании Wimbledon, но не в главном офисе, а в подразделении на реальных производствах. Работал финансовым директором в компании Rusdel, в компании Miramed и в компании Atila. В настоящий момент я, работая в компании специалист, я являюсь сертифицированным тренером Microsoft и являюсь статус эксперта по Excel 2010, по Microsoft Project и по Microsoft Project Server. И читаю 22 различных курса. Часть курсов – это компьютерная, часть курсов финансовая, часть курсов посвящена управлению проектом. Я читаю следующий курс Microsoft Excel уровень 2, расширенные возможности. В частности, я функцию буду рассматривать. Заканчивали курс эти? Нет? Вы заканчивали? Вы нет? В частности, эти функции немножечко упоминаются, но, тем не менее, можно сказать, глубину не показывают эти функции, как можно их применить. Читаю Excel 3 уровня, анализ, визуализация данных. Здесь я рассказываю про такие функции, как смейш, dvsl, строка, столбец. На самом деле, очень удобно, когда вы работаете с филиалами, вам присылают много отчетов, и вам нужно сделать так, чтобы автоматически ссылки делали на новые листы. Естественно, никто не хочет переписывать функции на листы, потому что это изменение формулы. И если вы знаете функции, владеете курсом анализ, визуализация данных, достаточно указать название листа в одной ячейке. Вот у меня филиал номер 5, и у меня автоматически все функции будут пересчитываться. Ну, я знаю, когда рассказывала, одна девушка даже поспорила на бутылку с кем-то, что вход в Excel это возможно. Некоторые думают, что это можно писать только на макросы. Макросы на самом деле не нужны, и в общем, все достаточно активно работает. Я использую эти функции в финансовом анализе, когда у меня слушатели составляют отчетность по разным компаниям. Ну, к примеру, 20 слушателей, 20 компаний, и мне нужно переключаться, сравнить одну компанию с другой. Естественно, вот это очень удобно. Есть переключалочка такая, вверх-вниз, и сразу все функции, все ликвидности, оборачиваемости, можно все это видеть, поэтому очень наглядно и очень удобно. Читаю Excel четвертого уровня макроса на VBA, это Visual Basic for Application. На этом курсе я рассказываю слушателям, как можно заставить Excel разбивать файлы, создавать файлы, создавать новые рабочие листы, то есть, в принципе, полностью автоматизировать работу в программе Excel. На Excel пятого уровня я рассказываю это углубленное программирование на VBA, и здесь уже я затрагиваю тему, как работа с файловой системой, то здесь достаточно указать в папочку, где находится выгруженный отчет. Ну, к примеру, программа работает SAP, SAP сбрасывает в текстовом файлике, я сбрасываю в одну папочку, какие файлы, не знаю, потом я запускаю программу, указал название папки через диалоговое окно и дальше автоматически обработал все файлы, которые есть, и составил те отчеты, которые мне нужны. Ну, в частности, я использовал Excel этого уровня Visual Basic, когда мне нужно было проанализировать свои файлы. Обычно, знаете, бывает один файл, второй файл, один компьютер, второй компьютер, потом знаешь, что файл был, а где, непонятно. Поэтому я запустил программу на всех моих компьютерах, и она автоматически составила все файлы, которые есть у меня на всех дисках. Я обнаружил, что имеется один миллион файлов у меня, ну и поэтому дальше ее можно обрабатывать в Excel. Помню, как называется файл, открыл Excel, и сразу он говорит, да, зайдите на рабочий стол, потом вот эта папка, потом в ней еще есть такая папка, потом там еще, а потом вот как раз то, что вам и нужно. Читая расширенные возможности Excel для финансистов, читая три курса по акцессу первого, второго, третьего уровня, читая следующие финансовые курсы, на курсе основы экономики для руководителей, менеджеров и специалистов, я рассказываю про основы микро- и макроэкономики, рассказываю, как спрогнозировать курс доллара, курс евро. Понятно, что точно вы не спрогнозируете, но когда было, помните, когда у нас евро скаканул, некоторые по 100 рублей за доллар покупали, по 100 рублей за евро покупали валюту, это просто с точки зрения макроэкономических показателей было не выгодно. Ну и в частности, также рассказываю слушателям, как можно заработать на рынке, потому что мы в частности тоже будем говорить про рынки облигаций, потому что по сравнению с теми ставками, что предлагает ведущий банк, это действительно очень хороший доход можно получать, и я помню, когда после, ну год назад, когда вот произошел такой скачок, рассказывал слушателям, пожалуйста, вы можете получать 14-15 процентов годовых в течение длительного времени, вот вам пошагово, делайте одно, делайте второе, делайте третье. Дал задание, потом спросил, ну кто-нибудь начал, нет, в общем, все-таки, ну как-то, либо не верят, либо стесняются говорить, но на самом деле это очень удобный способ, как можно размещать денежные средства. Ну, дальше мы на семинаре поговорим, потому что это более выгодное вложение по сравнению с теми надежными банками, ну я имею в виду Сбербанк, и теми условиями, которые предлагаются. На курсе управленческий анализ и аудит я рассказываю и делюсь своим опытом антикризисного управления. В свое время я образовал компанию Bristol Consulting, и в этой компании я управлял доверительное управление двумя гостиницами Югорская долина и Тары в Ханты-Мансильске, и вывел их из кризисного состояния. На курсе подготовка и защита бизнес-плана я рассказываю достаточно много про маркетинг, рассказываю про финансовое моделирование работы компании, потому что все компании, которые процветают сейчас на рынке, у них хорошо поставлен маркетинг. Маркетинг это основа всего, это если сказать двумя словами, вы должны выпускать и продавать то, что нужно покупателям. Если вы не сможете продавать то, что нужно, естественно, у вас не будет продаж, не будет объема продаж, и естественно, плохие будут финансовые показатели. Конечно, узнать и понять это не так-то просто, то есть это обратная связь, как я вам говорил, вот бриллиантовой руке, когда приходит и говорит, а у вас есть халатик с зелеными кулочками, есть, а с синенькими есть, а с каемочкой тоже имеется, а больший размер имеется. Вот если вы это сможете сделать, ваша компания тогда продажи будут и финансовое положение будет достаточно хорошее. На курсе основы управленческого учета и бюджетирования я со слушателями строим финансовые модели предприятия. Обычно, когда я работаю финансовым директором, я это делаю, то есть для того, чтобы сразу смоделировать работу компании, потому что директор по продажам, директор по закупкам, генеральный директор могут делать, прикидывать различные варианты. Давайте мы сделаем вот так, давайте мы сделаем вот так. Но тут очень важно, чтобы финансовый директор сразу мог, когда он сидит рядышком, мог показать, вот если будет такое, результат будет такой. Если вы сделаете такой-то, результат будет действительно совсем другой. Поэтому здесь реально мы строим большой экселевский файл, это порядка 20 листов, они все связаны между собой, и если вы изменяете какие-то параметры, ну, например, закупки, у вас вся сразу финансовая модель автоматически пересчитывается. На курсе «Анализ финансового состояния предприятия» я со слушателями анализирую отчетность российских компаний. Мы берем, каждый слушатель у меня скачивает отчетность из интернета, каждый выбирает свою. Я не делаю такое, что только одну компанию, потому что это проще. С одной стороны, я взял компанию, посмотрел, тут каждый выбирает ту компанию, которая ему понравилась. Кто-то говорит, а можно две компании, я говорю, без проблем, а можно три, тоже без проблем. И в этом случае мы считаем все финансовые показатели, то есть обворачиваемость, собственный оборотный капитал, считаем ликвидность, считаем финансовую устойчивость. И очень удобно, что можно сравнивать финансовые показатели работ разных компаний между собой. Например, Мегафон, МТС, Билайн. Если мы будем говорить, компания ТрансАэро в каком году обанкротилась? В прошлом году. Еще в 2013 году у нее были уже практически очень плохие финансовые результаты. Что? Они с вами показывают все отлично. Что? Они с вами показывают все отлично. Ну, я не знаю, может это показывает. Значит, смотрите, когда мы делаем финансовый анализ, я показываю и там. И если мы анализируем вероятности банкротства, есть тоже такие критерии. Модель Альтмана. И вот модель Альтмана, насколько я помню, показывала уже достаточно не особо хорошие финансовые показатели. Потому что, знаете, как говорят, есть вооруженный взгляд и невооруженный взгляд. Вот когда слушатели приходят, я их прошу выбрать компанию, проанализировать и написать свое мнение. Хотят они эту компанию, акции покупать, либо не хотят. И вот все действительно посмотрели, почитали пояснительные записки, все говорят, очень хорошая компания, я хочу ее покупать, мне это действительно нравится. Ну, когда начинаем смотреть в коэффициентах, то вот здесь вылазят всякие подвохи, которые, в общем, сразу не видны невооруженным взглядом. На курсе организации бюджетного контроля в Microsoft Excel я рассказываю, как организовать казначействие. И здесь рассказываю, делюсь, как организовать связь между Microsoft Project и программой 1С. Потому что внедрение казначейств, то есть контроль исполнения бюджета, по моему опыту, дает снижение на 20% накладных расходов компании. Причем 10% у вас идет снижение, когда вы только заявляете о том, что будете контролировать это все. Естественно, народ понимает, ага, финансовый директор будет контролировать, поэтому если то, что мы пускали налево, мы эти расходы будем уменьшать. И вторые 10% дополнительно еще дается, когда вы полностью ставите эту систему, народ понимает, что все уже идет под контролем. И в средней компании московской, это наличие магазинов в Москве, к примеру, когда я поставил бюджетный контроль, экономия составила 50 тысяч долларов в месяц. Для собственника дополнительно получать 50 тысяч долларов в месяц, в принципе, это хорошая цифра, и 600 тысяч долларов в год, в принципе, это за то, что можно побороться. Но, тем не менее, внедрена эта система достаточно в малом количестве предприятий, поэтому этот курс пользуется достаточно хорошим вниманием. Считаю, следующий управленческий курс – это разработка бизнес-планов программы Project Expert. Я составлял достаточное количество бизнес-планов, и очень хорошая программа – это для расчета финансов, моделирования сложных компаний, которая считает непросто, можно делать моделирование в Excel, и понимаете, в Excel вы как купи-продай, что такое даже производство можно сделать. Но, как только мы идем в более сложный инструмент анализа, говорим, что у нас есть сезонность, у нас есть склад, у нас есть дебиторка, а склад мы должны закупать у поставщика, а у поставщика есть 60 месяцев предоплаты, а закупать мы можем партии только по 100 тысяч, например, штук, или 100 тысяч, или 200 тысяч. И у нас есть какое-то изменение цены, и у нас должен быть стратегически запас на 15 дней работы. Как только вы начинаете наворачивать все условия, которые в реальной компании обычно происходят, то тут финансовые показатели, необходимые собственные денежные средства, конечно, катастрофически уменьшаются. В Excel можно сделать моделирование, ну, такое простое, что у нас особо нет дебиторки, ну, либо дебиторка, мы говорим, вся дебиторка один месяц. Но как только вы вводите сложные условия закупки, то в этом случае без программного обеспечения достаточно сложно обойтись. Читая следующие курсы по Microsoft Project, и Microsoft Project сейчас достаточно важное, востребованное направление, по одной простой причине. Если раньше деньги на проект, а это деньги, там, миллиарды рублей, выделялись достаточно просто, ну, вот вам 5 миллиардов, идите, стройте бизнес-центр. Сейчас управляющие компании, они говорят, да, мы вам выделим деньги, но будьте добры нам предоставить проект вашего строительства в Microsoft Project. Руководители охотаются за голову, по одной простой причине, что такое Project, никто не знает, а как составить в ней проект, тоже еще не знает. Некоторые, ну, вот так вообще, знаете, что такое Project? Работаете в нем? Не особо на высоком уровне. Что? Не на особо высоком уровне. Ну, да, то есть тут в любом случае нужно составлять, некоторые тоже, в общем, не знают, и отправляет к нам на курсы многих работников своих, есть их в Project, и, пожалуйста, работники отправляет нам учиться, и ищет на рынке сотрудников, которые умеют работать в данной программе. Ну, и тоже скажу, что есть два курса по Microsoft Project. Это Microsoft Project Standard, он читается 16 академических часов, ну, это и говорить, два дня утра-день, то есть с 10 до 15 часов, до 17 часов, и Microsoft Project Professional, он читается 40 академических часов, то есть реально, если это читается два дня, это читается пять дней, то есть два с половиной раза больше. Ну, и могу так сказать, что про Project, это не Excel, рассказать все тонкости за пять дней, за два дня практически невозможно, потому что, когда я у слушателей, спрашивая их мнение по курсу Microsoft Project Professional, который читается пять дней, они говорят, мы поняли, что в Project вообще ничего не знаем. По одной простой причине, что в Excel, чтобы в нем работать, нужно научиться нажимать на кнопочки, где кнопочки, где функция, а в Project, чтобы правильно составить проект, нужно знать методологию управления проектом. Ну, и вот за 16 академических часов практически невозможно рассказать и методологии, и рассказать, как нажимать на кнопочки. Читаю следующий курс, это корпоративная система управления проектами и программами на основе Project Server. Читаю следующий методологический курс, это управление проектами на основе стандарта NC, PMI, PMBOK, версии 5. Это как раз методология управления проектами. И вот этот курс как раз длится 24 академических часа. Вот если у нас 24 академических часа, то что-то можно рассказать, ну, где в курсе 40 академических часов что-то сюда впихнуть. Но когда действительно 16 часов, то тут методологию впихнуть достаточно сложно. Читаю курс операционный производственный менеджмент, это свод знаний для руководителя производственной компании и компании, оказывающей услуги. И читаю два выездных курса. Это организация эффективного контроля финансовой службы предприятия, которая читается в Вене, и оптимизация ключевых расходов компании, которая читается в Амстердаме. Теперь давайте перейдем к нашему вебинару. И тема вебинара у нас будет следующая. Я вам расскажу, ну, тут, конечно, будет связь и теория, потому что без теории очень сложно понимать, как работают формулы. И с другой стороны, я хочу рассмотреть на практике, как эти формулы применять. Мы разберем, по какой формуле считать простые и сложные проценты. Мы рассмотрим, как узнать первоначальную и будущую стоимость. Также мы разберем такие понятия, как дисконтирование. Также посмотрим, какой порядок расчета чистой приведенной стоимости. Ну и рассчитаем стоимость облигации с постоянным купоном. Ну и вот как раз по поводу облигаций, вложений в облигации, я рекомендую, что по данным облигациям сейчас можно получить доход гораздо больше, чем в Сбербанке. И мы посмотрим, что этот доход будет порядка 10%. Причем, в отличие от Сбербанка, Сбербанк, если вы раньше вклад заберете, вам проценты начислят? Нет. А здесь без проблем вы можете часть вклада забрать, причем без потери тех процентов, которые есть. То есть, по крайней мере, эта вероятность будет, эффективность вложения будет гораздо больше. Ну и еще, если сравнивать с точки зрения надежности Сбербанка, надежности государства, конечно, все-таки государство гораздо надежнее нашего самого крупного банка. поэтому говорить, что мы вкладываем непонятно в какие вещи, это, в общем, не имеет под собой никаких обоснований. Для кого этот семинар рассчитан? Ну, во-первых, экономисты, финансовые менеджеры, руководители бухгалтерии предприятий, работники кредитных учреждений. Кстати, мы посмотрим, разберем, как можно считать кредиты, потому что, когда вы приходите в кредитное учреждение, у вас кредитов нет случайно? Нет у вас? Слава Богу, говорите, что нет. Некоторые считают проценты по кредиту. Я помню, когда формулу мы применяли, одна женщина говорит, ну, примерно такую сумму. Ну, когда я посчитал, она сказала, вы знаете, это точно в точности до копейки, сколько я должна именно выплачивать. Руководитель организации, ну, и действительно частные лица. Для того, чтобы вы могли примерно оценить, стоит ли брать кредит, не стоит брать кредит, либо, ну, затрагивает эти все функции с точки зрения и размещения денежных средств, и привлечения денежных средств. Также навыки, которые вы приобретаете, на семинаре мы познакомимся с этими понятиями, как дисконтирование, чистая приведенная стоимость, с помощью функции Excel вы можете проводить различные сложные финансовые вычисления, ну, и финансовые функции позволят вам легко рассчитать такие, как ипотечную суду, годовую процентную ставку, эффективность капиталовложений, будущее значение вклада, процентные ставки, количество периодов выплаты, долга, сколько вам нужно выплачивать кредит. Если вы хотите, взяли под, например, 15%, такая-то сумма, и хотите выплачивать, ну, там, например, 30 тысяч в месяц, все, автоматически Excel и функция четко дает этот расчет. Ну, и приобретаемые навыки мы также познакомимся с возможностями, которые представляет Excel для проведения различных финансовых расчетов, научитесь работать с соответствующими функциями программы, научитесь рассчитывать приведенную стоимость, определять стоимость облигаций с постоянным купоном, с одной нормой прибыли, ну, и рассмотрим возможность эффективного размещения денежных средств. Потому что, как бы, одно дело расчета, другое дело мы, я буду сейчас смотреть актуальные данные, вы сами можете сравнить, куда лучше вкладывать, либо, например, в облигации, либо вкладывать в Сбербанк. Все-таки я выбираю Сбербанк как наиболее такой надежный банк, который у нас есть в стране. Ну, и дальнейшее обучение, если я рассказывал про курсы, это управленческий учет, финансовый анализ, подготовка, защита бизнес-плана, управленческий анализ, аудит. Для начала, перед тем, как мы перейдем к формулам, нужно понимать, что такое временная стоимость денег. Почему я об этом говорю, что чистая приведенная стоимость, это... Знаете, что такое чистая приведенная стоимость? Не знаете? Что? Определенная норма прибыли. Но мы чуть-чуть, как говорится, поговорим. Почему? Потому что понятие очень актуально, очень часто используется. Оно используется и в инвестиционном анализе, и используется с точки зрения финансовых расчетов. И я помню, когда я устраивался на работу, был еще молодым специалистом, единственный вопрос, который мне задали экспаты, зарубежные консультанты, он говорил, вы знаете, что такое net present value? Я ему сказал, ну, конечно, в общем, знаю. Как она рассчитывается? Он сказал, он говорит, окей, no problems, и я поступил, получил достаточно, в общем, хорошую работу. Но, тем не менее, вот это вот показатели, это понятие очень хорошо часто используется в инвестиционном анализе, но функция Excel как раз помогает сделать все финансовые расчеты для определения чистой приведенной стоимости. Если мы будем говорить с точки зрения временной стоимости денег, при сравнении денежных потоков, относящихся к разным временным интервалам, необходимо учитывать изменения стоимости денег по времени. Для простоты сравнения денежных потоков, относящихся к разным временным периодам, и приводят к одному моменту времени. Если мы будем говорить для такие простейшие понятия купи-продай, ну, вы говорите, я купил товар за 100 рублей, а продал за 120 рублей. Сегодня купил, завтра продал. Вам никакая чистая приведенная стоимость вам не нужна. Не нужно никакое дисконтирование, вам не нужно никакое наращивание. Потому что, вы знаете, сегодня заплатили, завтра деньги сегодня заплатили вы, завтра деньги получили, заплатили вам, поэтому разница у вас остается. Но, если у нас есть инвестиционный проект, или если у вас момент получения и оплаты денежных средств растянут сильно по времени, то вы примерно не можете понимать, что нельзя эти деньги сравнять между собой. Ну, к примеру, кто знает, сколько до перестройки стоил автомобиль жигули? 8 тысяч. Это какой-то очень такой шикарный. Я знаю, 5500 он стоил. 5500. Смотря какая марка, 7500 стоила тройка. 5500 стоила копейка. Ну, вот как сейчас называют, 7500, ну, 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей. И, к примеру, вам бы сказали, а давайте вы заплатите за машину 8 тысяч рублей, а мы вам через, ну, давайте так, через сколько там получается, через 30 лет вернем в 10 раз больше. Вы взяли, согласились. 8 тысяч рублей в нынешних ценах это сколько? В 10 раз больше это будет 80 тысяч рублей. С учетом деноминации, которая произошла, это будет 80 рублей. Я думаю, что вы за 80 рублей даже игрушечную машинку сейчас не сможете купить. Поэтому, если у вас будет инвестиционный проект, который будет растянуть по времени, и у вас есть вложение денежных средств, получение денежных средств, и вам нужно сравнить, вот я подчеркиваю, что здесь идет вопрос о сравнении денежных потоков, относящихся к разным временным интервалам. То есть, у нас есть денежный поток, который идет 30 лет назад, и денежный поток идет, который сейчас. Поэтому, обязательно нужно учитывать изменения денежных денег по времени. Поэтому, если вы начинаете анализировать инвестиционный проект, вот в этом случае невозможно просто взять, сравнить их, значит, нельзя их сравнить между собой. Поэтому, в этом случае, что делают? Их приводят к одному моменту времени. Первое, это идет дисконтирование. Вы говорите, те деньги, которые у вас будут, ну, обычно, это вот дисконтирование идет, когда вы рассматриваете инвестиционный проект. Мы говорим, да, мы деньги вкладываем сейчас, но деньги, будем, прибыль по инвестиционному проекту, будем получать в течение ближайших там 30 лет. Соответственно, деньги из 30 лет, которые у вас есть, ну, если вот так кто-то шкафу показать, из 30, это настоящий момент, это 30 лет, вам нужно будет их переместить в настоящий момент, и, соответственно, деньги у вас будут стоить дешевле, то есть, это понятие называется дисконтирование. Если вы будем сравнивать, к примеру, старые деньги, то я могу сказать, что в нынешних деньгах это будет, ну, например, не 8 тысяч рублей, а, ну, надо там посчитать, сколько будет уже, например, не 8, а, например, 180 тысяч рублей, либо там 800 тысяч рублей, то в этом случае это будет действительно наращивание, это перемещение денег именно к концу того момента, который есть. Если мы будем говорить, что деньги сейчас стоят дороже, чем деньги в будущем, потому что инфляция уменьшает покупательную стоимость денежных денег относительно текущих денег, второе, вероятность получения денежных средств уменьшается с увеличением срока их получения, то есть, обещание заплатить 1 миллион рублей через неделю, стоит больше, чем обещание заплатить 1 миллион через 1 год. Ну и второе, еще что можно сказать, это упущенная возможность вложения денежных средств, добрый день, проходите семинар, семинар, тихонечко садитесь, это упущенная возможность вложения капитала уменьшает стоимость денег с течением времени, то есть, деньги сейчас могут стоить дороже, чем деньги через год, так как они могут быть продуктивно вложены и через год увеличить свою стоимость. Если говорить с точки зрения дисконтирования, дисконтирование это, мы так чуть-чуть уже разобрали по сути, дисконтирование это приведение всех денежных потоков платежей к единому моменту времени и дисконтирование является базой для расчетов стоимости денег с учетом фактора времени. Дисконтирование выполняется путем умножения будущих денежных потоков на коэффициент дисконтирования, который считается по такой формуле. Коэффициент дисконтирования равен это единица, деленное на единица плюс ставка дисконтирования, ну и t, это момент времени, количество периодов, которые у вас есть. То есть если у нас ставка дисконтирования 10%, это будет 1 плюс 0,1 и если у нас 3 момента периода времени, поэтому это будет в степени 3 единицы деленное на 1, 1 и 1 в степени 3. Если мы посмотрим, ну давайте разберем, как начисляются сложные проценты, если предположим, что вы деньги положили в банк, у вас в банке лежат 100 тысяч, ставка у вас получается 10% годовых, сколько у вас будет денег через год? Сколько у вас денег будет через год? 110, а через 2? а через 3? 133, ну вы напрасно так это смеетесь, понимаете, когда я, что? ну да, некоторые говорят, вы знаете, когда я на курсе говорю, они говорят, вы знаете, это считать надо, я говорю, вы знаете, считать ничего не надо, потому что на самом деле все уже посчитано, и я проверяю именно зрение, видят люди, некоторые, в общем, не замечают, такое, в общем, тоже бывает, поэтому тут надо понимать, что у нас проценты начисляются именно на проценты, то есть, если бы у нас были простые проценты, у нас бы было в начале 110, потом у нас было 120, потом у нас было 130, ну и было 140. Реально у нас что получается, что 120, это вот 110 тысяч было начислено на 100, а вот это дополнительно 1000, она уже была начислена на проценты, на проценты. Поэтому в этом случае идет формула либо такая, либо мы можем записать, что это равняется, к примеру, 100 тысяч умноженное на 1,1 плюс ставка процента умноженная, ну вот здесь у нас норма доходности на капитал, в количество N, которое у нас получается. Поэтому по такой формуле действительно можно все просчитать. А теперь давайте мы посмотрим, как понятие чисто приведенная стоимость, это приведенная стоимость чистых поступлений денежных средств минус первоначальные инвестиционные затраты на проект капиталовложений. То есть если у нас есть денежные средства, почему чистые поступления денежных средств, что вы можете что-то вкладывать, что-то забирать. В период времени у вас могут происходить различные действия, но тем не менее существует какая-то дельта, это изменение денежных средств. Если вы вложили 200 тысяч, забрали 50 тысяч, вложили 200, забрали 50, поэтому 150 тысяч это у вас получается чистый либо поступление, либо вложение денежных средств. Ну и в Excel данная функция считается функцией ЧПС. И давайте я вам покажу, как ей можно. Для этого я сейчас открою Excel. Открою Excel. Создам новый файлик. Изменю формат ячеек. Сделаю. Вот такой давайте. Два знака после запятой. И пусть у меня имеются следующие периоды. У меня нулевой период. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, к примеру, пять лет я рассматриваю. Ну и предположим, что в первый год я вкладываю миллион. Потом я получаю сколько денег? Ну, цифру назовите любую. Ну, выручку, доход. Вложил миллион, доход сколько получил? Ну, как-то вы. Ну, произвольно цифру назовите. Тысяч двести. Ну, что вы посмелее. Второй год. Четыреста. Потом, например, получили, например, сто. Потом мы сколько получили? Ну, давайте. Семьсот. И потом, сколько? Вот цифр 800. И вот мы теперь хотим. Я напишу здесь всего. Я хочу определить, сколько будет, ну, эффективность инвестиций. Сделаю жирненьким. Сделаю здесь верхнее и сдвоенное границы. И здесь альт равно. Либо вот можно автосуммирование. Вот так тут. Ну и складывается впечатление, что я за этот период заработал миллион двести. Миллион вложил, миллион двести получил. Но, если мы будем разбирать такой момент, конечно, 800 тысяч вот эти, они отличаются от того, например, денег, которые были здесь. Потому что, действительно, они у нас идут с точки зрения дисконтирования. Они будут именно дешевле. Поэтому, если я напишу ставка дисконтирования. Ставка. Давайте просто ставка напишу. Потому что ставка дисконтирования, ну, чему она равна? Если вы считаете депозит, то это будет ставка депозита. Если вы будете оценивать вложение, ну, получение денег по кредиту, то это будет ставка по кредиту. Если вы оцениваете инвестиционный проект, то в этом случае ставка дисконтирования будет равняться средней между ставкой привлечения, ставкой размещения денежных средств. Потому что что-то вы будете привлекать, что-то вы будете размещать. Ну, и, конечно, ставка дисконтирования, она учитывает фактор рисков. Если вы, например, знаете надежный инвестиционный проект, ну, в Сбербанк положили, то риск там практически нулевой. Но вы знаете, что некоторые кредитные организации, они предлагают и 30% в месяц, и в год. Но вероятность получения, точнее, получения вложенных денежных средств, цена, в общем, конечно, существенно уменьшается. Поэтому и ставка получается ниже. Ну, и предположим, что ставка, я здесь сделаю, форматик. Сколько мы сделаем ставка, какая у нас будет дисконтирование? Процентов 15. Итак, 15% у нас будет ставка дисконтирования. Ну, для начала я посчитаю коэффициент дисконтирования просто-напросто в лоб. Я могу сказать, что здесь у меня равен единице. Теперь я скажу, что коэффициент дисконтирования равен единице, деленное формулу единица плюс ставка дисконтирования, которую F4 фиксирую и возвожу в степень n. Это n число периодов. Причем тут тоже важно, что если вы считаете дисконтирование по годам, берем годовую процентную ставку, берем года 1, 2, 3, 4, 5. Если вы считаете по месяцам, тогда у нас за 5 лет будет 60 периодов, но ставка будет, ставка дисконтирования делена уже на 12. Вот это, ну, не нужно именно забывать. Здесь у нас получается 0,87. Ну, и вот здесь у нас в конце, видите, за 5 лет, давайте я побольше сделаю цифрок, чтобы мы видели, мы видим, что наши деньги, они, естественно, в общем, становятся дешевле. Ну, и для того, чтобы посчитать чистую приведенную стоимость, я могу взять наш вклад и умножить на ту ставку, которая у нас есть. Значит, это у нас получается ставка дисконтирования. Дисконтирование. Именно ставка дисконтирования. Ну, и когда я провожу, я вижу, что, например, получение 800 тысяч, на самом деле, это уже мы не 800 тысяч получаем, а 397 тысяч, то есть получается гораздо меньше. Ну, и если я определю финансовый результат, то видно, что финансовый результат получается 340 тысяч. То есть, якобы, я вкладываю, получаю в конце 800, ну, вот, миллион двести, на самом деле это 340 тысяч. Значит, подчеркну, что вот это, это у нас чистая приведенная стоимость будет. Чистая приведенная стоимость, вот так тут. Поэтому, давайте, либо net present value я напишу, NPV, NPV, чистая приведенная стоимость. Мы сейчас посчитали без функции Excel, она вот так тут получается, и она зависит от той ставки, которая есть. Если ставка дисконтированная равняется нулю, соответственно, мы миллион двести получаем дополнительно, потому что вложили миллион, а реально мы получили две двести. Если у нас ставка будет 50%, видно, то, что реально мы получаем даже меньше, потому что вложение у нас получается, ну, вот эти 800, реально это получается 100 тысяч, поэтому они не оправдывают те вложения, которые именно были. Вот таким образом я сделал расчет с помощью именно прямых функций, но в Excel можно воспользоваться для таким расчетом. Есть такая функция, это чистая приведенная стоимость, и эту функцию можно применять гораздо проще. Для того, чтобы посчитать, я знаю, первоначальные значения у меня есть, если здесь я говорю, ЧПС, ЧПС, чистая приведенная стоимость, там нажимаю Shift F3, и у меня вначале просят указать ставку, ставка у меня будет 15%, я вижу, ну и значения, я указываю те значения, которые у меня именно здесь будут посчитаны. Автоматически у меня, и вот смотрите, если я просуммирую вот эти данные, у меня получилась итоговая сумма, ну, вы видите, вот 1.340.000 и 1.340.000, вот так даже я сейчас сделаю, вот эту цифру уберу, 1.340.000 получилось здесь, и 1.340.000 получилось здесь, то есть финансовый результат, который я посчитал с помощью, значит, чисто приведен, вот функции ЧПС, он получается у меня, в общем, полностью идентичен. Особенно, когда у вас имеется большое количество значений, вам надо писать, можно, конечно, вручную выписывать вот эти коэффициенты дисконтирования, ну, при любых значениях 25%, видите, вот, например, там 70%. То есть и это значение, и вот это значение, и это значение, оно выдает правильный результат. Даже если здесь будут отрицательные значения, мы можем что-то вкладывать, что-то, например, там дополнительно вложить, то есть получили 200, 400, потом еще нужно получить, ну, давайте 15% вернем, потом еще 100 надо доложить, и значение, посчитанное в лоб, и посчитано через функции ЧПС, вот здесь я подчеркну, что эта функция у нас, вот такая вот эта будет ЧПС, они у нас, в общем, считаются полностью идентичны, и поэтому вот эти функции можно именно использовать. Теперь, если мы посмотрим дальше, и как мы можем просмотреть, вопросы вот здесь возникли, или понятно так? Теперь рассмотрим более сложный случай, и расчет чисто приведенная стоимость, это депозит с банком, в банке с выплатом процентов. К примеру, у нас, это, вначале я посмотрел простенькую функцию, сейчас мы перейдем к более сложным функциям в Excel, у нас есть время, пусть мы размещаем денежные средства на 5 периодов, 1, 2, 3, 4, 5, поэтому, почему я подчеркиваю, что аргумент, который у нас сейчас будет, это как раз показано, 5 количества периодов, это будет аргумент функции, которую мы будем именно применять. Но на данном этапе я хочу, чтобы вы разобрались с аргументами, там будет 5 аргументов, что они означают. Итак, первое, количество периодов. Если у вас есть 5 лет, количество периодов равняется 5. Если у вас, вы будете делать 5 лет, но по месяцам, 5 на 12, это будет количество периодов 60. Вот так можно рассчитать. Теперь мы берем, размещаем первоначальную стоимость вложения. Вот здесь важно понимать, что если вы размещаете деньги, то в этом случае у вас будет с плюсом. Если вы вкладываете деньги, количество денег в вашем кармане увеличивается, уменьшается, поэтому вот это количество будет с минусом. Ну и вот здесь на графике я тоже положил, показал, что да, мы денежки разместили, денег стало меньше. Ну сейчас мы это графически посмотрим, а потом мы рассмотрим, как это можно реализовать с помощью именно функций Excel. Поэтому вы разместили, и у нас идет выплата процентов. Кстати, следующее у нас идет ставка роста инвестиций за период. К примеру, нам 15% годовых банк дает. Поэтому подчеркну, что это у нас первый аргумент, это у нас второй аргумент, это у нас получается третий аргумент, который у нас будет. И банк нам выплачивает величину платежей в каждом периоде. Мы приходим в банк, в конце первого периода получили денежки. Пришли в банк после второго года, получили деньги. В третий год получили проценты, в четвертый год проценты, в пятый год проценты, и в пятый год мы получили и проценты, и забрали будущую стоимость наших вложений, которая тоже есть. Особенность какая есть, предполагается то, что вот эти величины у нас постоянны. Вот для этой функции мы считаем, что выплата, ежемесячная выплата, которая происходит, она получается, то есть вот это значение равняется вот этому, равняется вот этому, равняется вот этому, равняется вот этому. В принципе, это нормальное такое предложение, потому что если вы берете кредит, обычно банк говорит, вы будете выплачивать одинаковыми частями. Если вы получаете какие-то проценты по кредиту, тоже такое есть. И вот для этого случая существует очень хорошие пять функций Excel. Я к этим пяти функциям Excel, мы потихонечку идем. И если мы посмотрим, у нас получились следующие пять, значит, у нас получились следующие аргументы. Количество периодов, первоначальная стоимость вложений, ставка процентов за кредит, величина платежей и будущая стоимость вложений. Давайте теперь разберем другой случай. Тоже я вам покажу на графике, потому что обычно у пользователей возникает сложности с точки зрения интерпретации тех результатов, которые есть. Что указывает там первоначальная стоимость, что такое будущая стоимость. Видно, мы проценты получаем, и будущую стоимость тоже мы получаем. Давайте посмотрим следующий вариант. Это депозит с банки с пополнением вклада. То есть, соответственно, у нас тоже есть, предположим, пять периодов, которые имеются. Также мы вложили первоначальную стоимость инвестиций. Она у нас здесь есть. У нас также имеется ставка роста инвестиций за период. Ну, вы говорите кассиру, банковскому работнику, что мы не будем снимать проценты, а мы хотим каждый месяц приходить и до вносить какую-то сумму. Поэтому у вас, если первоначально там были, помните, положительно, здесь у нас значение получается отрицательное. Здесь отрицательное, здесь отрицательное, здесь отрицательное, и все отрицательные. Ну, и после того, когда вы заканчиваете пять периодов, естественно, будущая стоимость вложения у вас будет гораздо больше, потому что количество денег вы скопили. Ну, и еще проценты набежали на проценты, на проценты, на проценты, на проценты, и в конце у вас получилось очень-очень много денег. То есть это все Excel автоматически должен считать. Третий вариант, который мы можем посмотреть, это кредит с погашением равными долями. Тоже предположим, что у нас есть пять лет, соответственно, у нас есть первоначальная стоимость вложений. Здесь уже плюс. То есть вы приходите, вам банк сразу выдает определенную лучшую сумму и говорит, да, вот, пользуйтесь этой суммой. Ставка пользования также у вас имеется, но выплаты у вас идут уже с минусом, потому что каждый раз вы должны выплачивать. Выплаты включают в себя и процентный выплат, и погашение тела кредита. Ну, и последнее, это у вас будущая стоимость вложений. Ну, предполагается, если вы пять, все кредит погасили, то будущая стоимость вложений равняется нулю. Хотя может, например, досрочно быть погашение. То есть вы, например, пришли, выплатили там три периода, либо меньше. Он говорит, да, вы погасили, но вы должны еще нам такую сумму, и обычно банковские работники могут это, в общем, оценить. Понятно вот этот момент? Теперь, итак, вернусь немножечко сюда, чтобы было, вот, я хочу вот здесь показать. Хочу обратить внимание на вот этот период, мы посмотрели, что у нас существует пять аргументов. Количество периодов, первоначальная стоимость, процент ставки, величина платежей в каждом периоде, и будущая стоимость денег. То есть пять периодов, пять аргументов, они есть, и пять этих аргументов, они связаны через функции Excel. Теперь давайте мы сейчас прощелкаем. Теперь давайте посмотрим расчет чисто приведенной стоимости. Есть в Excel пять функций. Первая функция – это первоначальная стоимость. Я вам показывал, она так и называется – PS. это первоначальная стоимость, которую вы можете использовать для кредита, для депозита, то есть то, за сколько вы покупаете, либо, например, сумма кредита вы получаете, либо, например, сумма депозита, которую вы разместили в банке. Вторая функция – это будущая стоимость. Стоимость ваших денежных средств, которые реально вы будете получать. Прошло, например, пять лет, если у вас есть кредит, расплатились, будущая стоимость равняется нулю. Если у вас, например, вы копили, будущая стоимость у вас будет какая-то, в общем-то, положительная. Третий аргумент – PLT. Так и называется функция платежи, поэтому показывает, платежи считается, что они идут за определенный период времени и в каждый период времени они будут иметься неизменная величина. Ставка. Ставка за период. Если вы берете годовую процентную ставку, считаете период равный одному году, это у вас годовая ставка. Если вы разбираете по месяцам, поэтому вам надо ставку, ну, 15 разделили на 12. 15-12 это будет ставка за период, который есть. Ну и КПЕР – это функция, количество периодов, которые у вас будут. Поэтому, подчеркну, пять функций есть. ПС – первоначальная стоимость, БС – будущая стоимость, ПЛТ – платежи, ставка, так называется, ставка за период, количество периодов, количество периодов, КПЕР. Ну и что важно, что если у вас для определения любого из пяти значений в Excel, ПС, БС, ПЛТ, ставка, КПЕР, необходимо знать величину четырех остальных. То есть, задаете, хотите определить, ну, например, там, если мы будем говорить БС, определяем, вы задаете ПС, КПЕР, ставка, ПЛТ, и автоматически у вас БС полностью именно определяется. Если вы хотите, например, определить ставку, то в этом случае у вас ставка неизвестна, нужно задать КПЕР, нужно задать ПС, нужно задать БС, нужно задать ПЛТ, и, соответственно, сразу ставка у вас будет просчитана. Ну и, если мы будем говорить, что вот и аргументы, функциях, они также называются, КПЕР, ПС, БС, ПЛТ, и ставка, и функции аргументы, они, в общем, имеют одинаковое название. Ну и, если мы будем смотреть, оценка поступления денежных средств, это, поступление денежных средств по чистой приведенной стоимости, это у нас Net Present Value, в случае депозита, ставка будет равняться ставке депозита, в случае кредита, ставка дисконтирования равняется ставке кредита, в случае инвестиций для расчета, я о чем говорил раньше, о оценке капиталовложений, используют NPV, со ставкой дисконтирования, равной прибыли, которую можно получить, размещая деньги в эквивалентные, по риску ценной бумаге. Положительные NPV, свидетельствуют о более лучших условиях вложения в данный проект, по сравнению с другими проектами. Ну и давайте посмотрим такую задачку, это оценка стоимости облигаций, для того, чтобы посмотреть, и вот здесь как раз чуть-чуть я уже воспользуюсь интернетом, что если я вот зайду, к примеру, на Сбербанк, то заранее открыл, вклад, значит, Сбербанк, у нас есть Накопи и Сохраняй, я беру Накопи и Сохраняй, хочу взять вклады, и вот когда я, например, смотрю, что вклады, которые, ну давайте, сохраняй, давайте, сохрани, я посмотрю, что у нас получается, вставка не такая большая, сейчас я вот так тут сделаю, то есть у нас получается в рублях от 5 до 7,76 в рублях, и процентные вклады, вы можете посмотреть, что, предположим, у вас есть там, ну даже там 200 тысяч, но видно, что порядка 6-7%, больше вам денег не дадут. Совершенно спокойно, можно за эти деньги купить облигации государственного займа, что такое облигация, знаете? Что ОФЗ, да, ОФЗ вы знаете, да? Покупали? Нет, не покупали, в общем, боитесь или что? Или не знаете, как их покупать? Не знаете, вот поэтому я как раз вам покажу, и если зайти, значит, есть сайт такой, www.rusbond.ru www.rusbond.ru Я захожу сюда, ну, облигаций, конечно, много бывает, облигации бывают разные, облигации бывают банкроты там, все что угодно, мы не будем смотреть, мы будем смотреть только ОФЗ. Это облигации, которые гарантированы государством, то есть надежность их будет выше, чем именно, значит, именно чем Сбербанк. Я здесь выбираю анализ облигаций, и вот здесь я, секторовый рынок, давайте ГОС, состояние рынка в обращении, рейтинг пусть есть, вид купона постоянный, амортизации, например, там нет. государственные, в обращении, которые обращаются, рейтинг, там есть два типа облигаций, в общем, но рейтинг есть, но ГОС и ГОС, он тоже, в общем, есть, просто я знаю, что вот так тут именно определенные, определенные облигации, определенные облигации, в общем, им не даются. Вид купона постоянный, потому что есть купон, который привязан, сейчас выпустили с инфляцией, именно купон привязан к инфляции, но мы говорим, нам нужно именно постоянный купон, поэтому мы не хотим ни во что играть, вот если сказали одно значение, то еще. Амортизация, что означает, что часть облигаций, они выплачиваются, ну, в конце срока поражения, выплачивается половина облигаций стоимости, а потом выплачивается еще половина. Облигации все имеют тысячу рублей, давайте я найду, найтим, нажму здесь, вот выдали все облигации, которые имеются в обращении, ну, если мы посмотрим на доходность, ну, вот я не рекомендую брать вот последнее, там 32 всего дня осталось, но вы видите, что доходность облигаций имеется от 8, ну, там вот до 9,5%, это что? Срок погашения, я вам объясню, что это рыночный механизм, вы облигации можете купить и продать именно в любой момент. Как это можно сделать? Вы обращаетесь в любую компанию, к примеру, можно там взять www.finan.com, .room www.finan.com Ну, у Финана у них хороший вот сайт такой, еще я вам посоветую, там тарифы поменьше, www.aorbroker.ru либо тогда www.aorbroker.ru Можно стать клиентом, пожалуйста, есть инструменты и реально, что, как происходит процесс. Вы регистрируетесь, ну, нужно приехать с паспортом, нужно приехать со всем и, соответственно, разместить там действительно, в общем, денежные средства. К примеру, облигация стоит тысяч рублей, поэтому, ну, там, кажется, минимум есть, 10 тысяч, кажется, минимально у них есть, но если вы приедете 50 тысяч рублей, они совершенно спокойно вам открывают счет и через интернет вы сможете эти облигации покупать и продавать. Поэтому вот Finam хороший сайт, я вам просто рекомендую на этот сайт. АОР-брокер, ну, почитаете, у него достаточно хорошая надежность, поэтому вот размещать и работать, ну, это мое точка зрения, часто можно именно через АОР. После того, когда вы сюда зашли, когда вам открыт счет, вы через интернет можете, вот я зайду на теханализ, облигации, они, значит, продаются именно через облигации, они продаются через биржу, и поэтому, если вы посмотрите какую-нибудь облигацию, давайте какую-нибудь возьмем, вот 26212, то 26212 у нее будет показана именно цена, которая имеется вот в данный момент. То есть, облигация сама стоит 1000 рублей, но продается, здесь она котируется, соответственно, можно было в марте купить ее за, видите, тут в процентах идет от номинала, 868 рублей, сейчас она продается за 924 рубля, поэтому, с одной стороны, облигация, как бы, вы выставляете заявку, и заявка идет каким образом, кто-то хочет купить, кто-то хочет продать, поэтому, если вы хотите ее купить за 92 рубля, вот так, за 920 рублей, поэтому, сделайте, сейчас я поменьше, сделать за одну минуту, видно, что кто-то вы выставите, если цена упадет, то вы эту облигацию купите, соответственно, вы являетесь ее владельцем, это чисто, скажем так, электронная регистрация, но вам начинаются начисляться проценты, естественно, нам нужно понимать, как эти проценты считаются, и как на этом можно заработать, если вы посмотрите, проценты по облигациям, начинает от 8%, и, ну, это вот с дальним сроком погашения, потому что, вот эти вот, видите, мы посмотрим, 288, 2817 дней, то есть, эта облигация будет гаситься когда-то, в общем, не скоро, но эту облигацию вы всегда можете продать, и тут нужно понимать, хотя цены тут изменяются, но как это разместить, и как, сколько вы на этом получите, считать, в отличие от Сбербанка, вам, где вам просто вычисляются проценты, вы получаете от купонов по облигации, и получаете еще доход от изменения стоимости облигации, то есть, если говорить с точки зрения купонов, что это такое, раньше облигация была вот такая, имела бумажку, тут было написано 1000 рублей, вот так вот, показываю, что было, и у этой облигации были купоны, раз купон, ну, к примеру, два купона, три купона, четыре купона, пять купон, здесь у нас имеется шестой, седьмой, восьмой, девятый, и, к примеру, десятый, ну, и, к примеру, предположим, что купоны у нас, купоны у нас были, ну, давайте, по 70 рублей, поэтому 70 рублей здесь, ну, я до конца не буду, 70 рублей здесь, 70 рублей здесь, что это означает, если вы купили облигацию, каждый год, ну, периодичность купона, например, раз в год, вы приходите, раньше было, вам купончик один, отстригает, вот так вот его брали, и отрезали, и 70 рублей выплачивали, приходите еще раз, 70 рублей выплачивает, приходите еще 70 рублей, таким образом, так, все выплачивается, и вот когда подходит срок погашения облигаций, вам выплачивается 70 рублей, и вам выплачивается именно стоимость облигации, поэтому кроме выплат, обратите внимание, что выплаты постоянные, как раз подходят под наш пример, мы также еще будем получать именно там, тысячу рублей, которые у нас именно есть, и так, если мы будем говорить, какая задача у нас именно ставится, у нас есть КБ, нефтяной альянс, у нас есть номинал 1000 рублей, объем эмиссии такой, ну, купон постоянный, периодичность выпла 2, текущий купон имеется такой-то, и размер купона, процентов годовых 11, и погашение облигаций за через 8 лет, ну, и вот здесь задачка какая, какая должна быть минимальная рыночная цена облигаций, если инвестор хочет работать, минимум 7% годовых на этих инвестициях, либо минимум 15% годовых на этих инвестициях, давайте решим эту задачку, и второе дополнительное условие, решите еще раз данную задачку, если бы облигация не имела купонов, вот в этом случае, я вот здесь, сейчас я так сделаю новый листик, и так у нас задача получается следующая, значит, у нас, сейчас, так, тут вот, и так у нас получается, есть номинал, номинал у нас, я напишу условия, ну, и давайте мы сделаем следующее, мы сделаем следующее, у нас есть, значит, есть первоначальная стоимость, далее будет у нас платежи, далее у нас будет ставка, количество перелодов, и у нас также будет будущая стоимость, чему равняется, чему равняется будущая стоимость, и так, мы посмотрим на вот это вот условие, я подчеркну, что в этом случае нам нужно расставить вот эти значения, PS, BS, PLT, ставка, количество периодов, то есть нам нужно привести наши значения именно к вот этим, значит, аргументам, которые у нас вот здесь, чему равняется будущая стоимость, что, подождите, процент, когда вы придете, через сколько мы придем, через 8 лет, сколько вам выплатят по облигации, номиналом 1000 рублей, но проценты отдельно, номинал отдельно, поэтому давайте, все-таки нам выплатят, будущая стоимость будет 1000 рублей, согласны, поэтому я пишу, что будущая стоимость в этом случае у нас составляет 1000 рублей, сейчас только форматик сделаем, и так, количество периодов, какое у нас? Количество периодов 16, 8 лет умноженное на 2, получается 16, понятно это? я делаю 16 периодов, ставка, какая у нас ставка? А, давайте платежи, давайте ставка здесь, чему равняется ставка? Ставка 11, ваша точка зрения? Нет, 11 на 2. Что 11 на 2? 11 на 2, ваша точка зрения, 11 на 2 это неправильно, сразу скажу, смотрите, ставка, это же не ставка выплат, а ставка, 7 процентов, поэтому не вот эти, а именно те проценты, которые вы хотите получить, то есть 7 процентов, поэтому я здесь напишу, что ставка у нас будет 7 процентов, только надо написать именно с формат, формат ячеек, именно сделаем вот так, чтобы у нас был процентный, 7 процентов, у нас есть платежи, чему равны платежи? А вот здесь вспоминаем про 11. Сколько нам выплачивается купонов в год? Два. По какой ставке выплачиваются купоны? По 11. В рублях сколько это стоит? Номинал всегда 1000 рублей обычно. Для того, чтобы определить, сколько выплачивается, нужно 1000 умножить на 11 процентов, и это получается, можно айпэды, айфоны, 110, и еще разделить на 2, и вы получите точный результат. Сколько? 55. Абсолютно верно. Абсолютно верно. 55 рублей. Ну, а теперь, смотрите, первоначальная стоимость, я хочу определить, сколько я должен заплатить, чтобы у меня вот на платежах 55 рублей я заработал 7 процентов, ну, у нас получается, годовых. Равняется, пишу это, ПС, первоначальная стоимость, ТРАП, ШИФТ, Ф3. Ну, вот смотрите, видите, я как бы говорил, что вот здесь эти аргументы, они полностью совпадают. Ставка, ставка, КОПЕР, КОПЕР, ПЛТ, ПЛТ, ну, и БС, это будущая стоимость. Ставка, я беру ставка, только очень важно, так как у нас количество периодов было 16, ставку нужно разделить на, не на 16, разделить на 2, 7 процентов годовых, на до годовых. Ну, кстати, можно сказать, давайте вот 8 периодов было, чтобы было, поэтому равняется ПС, ТАП, ШИФТ, это в 3, ставка, я беру, ставку, делю на 2, видите, у меня получается 0,35, количество периодов умножаю на 2, 16, ПЛТ, 55 с плюсом, будущая стоимость, у меня получается 1000, у меня получается, значит, будущая стоимость, так же у меня, значит, получается 1000. И в этом случае, когда, значит, я нажимаю ОК, то в этом случае у меня возникает 1241, ну, 88, а еще одна особенность, что у нас получается, чтобы мы точно посчитали, у нас текущий купон 4, сколько купонов нам осталось получить? Из 20 у нас мы будем получать 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и до 20. 1, 2, 3 мы уже пропустили, поэтому на самом деле, сколько у нас будет? 17, 17, вот поэтому здесь на самом деле это будет, чтобы было 17, это будет 8, 8,5 и вот 8,5 лет, 17 купонов будет у нас возникать, поставьте 7% годовых. Поэтому, кстати, обратите внимание, если ставка будет 11, у нас будет ровно 1000 рублей. То есть, это считайте, как Сбербанк, пришли вам каждый год, каждый месяц 11%. Если вы хотите 7%, 1253. Ну и как дальше задачки решаются, все вот идут варианты, 7%, 15%, и если задача не имела купонов, Ctrl-C, Ctrl-V. Если мы ставим здесь 15%, у нас получается такое. Здесь тоже 15%, купонов у нас нет, 0, и у нас получается тоже здесь 0. Поэтому смотрите, что у нас получается. Если у нас инвестор хочет заработать 7% годовых, ему выплачивается каждый год, каждый год поставки 11. Я хочу 7%, но мне платят больше, правильно? Следовательно, инвестор готов за эту облигацию заплатить чего? Больше. Поэтому и она стоит не 1000, а 1253. Если 15%, я хочу 15% заработать, но облигация всего лишь 7% годовых, поэтому я не согласен покупать. Потому что тут 11%, я должен 15%, цена падает, и вот она как раз будет 811 рублей. Если мы посмотрим без купонов, то 7% мы видим получается 557, а 15% это получается 292. Ну, кстати, поэтому, если вы обратите внимание, облигация 1000 стоит она 292. Отношение какое получается, деленное на эти облигации, видите, они там в 3, ну, практически в 4 раза больше. Поэтому государство всегда выпускает с купонами, с тем, чтобы, ну, если мы хотим инвестировать, там, получить от рынка миллиард рублей, так мы, видите, мы облигации должны гораздо больше выпускать. Поэтому они говорят, да, давайте мы часть вам будем именно выплачивать. Но, подчеркну, что сами купоны, они не показывают ту ставку, которая действительно у нас есть. Ну, если смотреть здесь, вот, ответ, который у нас получается, что действительно, 1253,03, 1253,03, 811,32, 811, мы видим, 32, 557,20, 292,45, 557,20 у нас получается, 292,45. То есть, вот эти значения мы можем именно получить. Понятно вот этот момент? Ну, и если мы обратимся, действительно, к, значит, к анализу облигаций, на чем можно, действительно, заработать это? Скажите, пожалуйста, чему равна сейчас ставка, ставка, учетная ставка центрального банка? Сколько? 10,5, 10,5, а Сбербанк сколько дает? А, каких копейки? Я копеек не вижу здесь. Понимаете, если у вас, есть 2 миллиона, на 3 года, вам дадут максимум 7% годовых. Поэтому, в этом случае, действительно, у вас получается 7, ну, на самом деле, если сказать там, ну, да, вот они, видите, как-то вот, ну, 7% максимум, то есть, на самом деле, там получается 6%. У меня такой вопрос, ставка дисконтирования будет падать? Ну, если Сбербанк дает 6%, а наше государство дает 10,5%, то, естественно, ставка дисконтирования будет падать. А к чему это может привести, что если я вот возьму вот этот вариант, сделаю его так, тут еще его скопирую, и вот давайте посмотрим, что у нас еще, возьмем вариант, который у нас есть, соответственно, вот возьмем вот эту вот облигацию, к примеру, что у нас есть, номинал облигации 1000 рублей, номинал облигации 1000 рублей, далее, количество купонов, значит, так, сейчас, общие сведения мы посмотрим, количество купонов у нас 7,05, соответственно, у нас будет выплачиваться, равняется 0,0705, деленное на 2, и умноженное на 1000, вот так, 35,25, 35,25, и это такие суммы будут вам выплачиваться, количество периодов облигации с погашением 28 год, сколько у нас осталось, 16, 17, 18, 12 лет, 12 лет, умножаем на 2 количество периодов, которое будет, соответственно, у нас, а мы здесь сейчас, мы в годах задавали все правильно, соответственно, у нас будет 12 лет здесь, 12 лет именно здесь, ставка какую мы хотим сейчас именно заработать, если я вот посмотрю, доходность данной облигации, мы видим, что у нее текущая доходность, значит, где у нас здесь было, 212, ну, там, порядка 8% годовых, то есть, у нас есть 8% годовых, облигация должна стоить 927 рублей, ну, но там точно 927, с учетом, вот, того, что мы, как бы, так вот, ну, крупными такими периодами делаем, но предположим, что у вас облигация будет стоить 6%, у нас доходность, что у вас получается, сейчас облигация стоит, ставка по купонам 8%, точнее, не по купонам, а учетная ставка Сбербанка, 10,5, и мы по 8% зарабатываем деньги, завтра, через какой-то момент, облигация уже будет, учет, центральный банк понизит процентную ставку, понижение процентной ставки, приведет к росту стоимости облигаций, и вот вы это можете видеть, именно на вот этом графике, сейчас за месяц вам покажу, чтобы было достаточно, хорошо, месяц, значит, сейчас, неделя, вот, кстати, Обратите внимание, что у нас получалось. К рейс 2014 года облигации стоили 543 рубля. Потому что тогда процентная учетная ставка Сбербанка сколько было? А не помните, повысили 14%, было 18%. Сразу облигации упали. Если вы здесь купили, то мы видим, что облигации начинают повышаться. В конце я думаю, что они перейдут 100%, которые здесь есть. Поэтому потенциально что можно сделать? Покупая те облигации, которые у вас есть по этой стоимости, вы видите понижение учетной ставки Центрального банка приводит к росту стоимости облигации. Дополнительно вы и так получаете проценты. Но еще дополнительно эти разницы выплачиваются вам здесь. Поэтому если мы посмотрим, сколько у нас получается. Одно значение минус второе значение. Ну вот, к примеру, если у вас с каждой облигации 161 рубль, это 16%, можно просто получить за счет того, что изменение учетной ставки Центрального банка. В отличие от акции, в отличие от всего чего-то, это гарантированный доход. То есть, покупая сейчас облигации под 8%, вы в течение 12 лет будете получать 8% годовых. Если у вас что-то изменится, и, к примеру, учетная ставка Центрального банка упадет, вы просто заранее получите данный доход. Если у вас будет облигация 4%, ну вот, получается, вы ее сможете продать по 1288. Если бы была там 18%, ну вот, где-то 17% она, видите, была, тогда там где-то они были по 500 рублей. Вот тот, кто, я об этом тоже говорил на курсах, если вы покупаете, на этом действительно можно заработать. По 400, по 500 рублей купили, сейчас вот реально по 1000 рублей можно продать. То есть, это увеличение в 2 раза тех доходностей, которые у вас есть. Какие вопросы по семинару? Наш время подошел к концу. Тема понравилась? Да. Поэтому обратите внимание, все очень просто. Риск, я подчеркну, что если учетная ставка Центрального банка упадет, но это мало все-таки вероятно. Поэтому вот на этом можно именно дополнительно заработать. Уважаемые слушатели вебинара, есть ли у вас вопросы? Напишите, пожалуйста, в чат. Облигации не рискованные. Облигации не рискованные. Облигации федерального займа. Они не рискованные. Если денег не хватит, я вас уверяю, государство лишние деньги просто напечатает. Поэтому вот это вот 100%. Что? Это же ОФЗ. Организация, понимаете, я вас не говорю там ООО Пупкин, потому что непонятно, что будет. Но ОФЗ, причем сейчас действительно есть такая ситуация, что они как бы можно заработать. Я вам к чему предлагаю. Вот, пожалуйста, потенциальный ваш доход. И я думаю, что они перейдут за 1000%. Причем риск, ну, как бы очень такой минимальный. Уважаемые слушатели вебинара, если нет вопросов, то большое спасибо. До свидания. Я отключаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok